привет друзья джанга джанга и джигли джигли ну что с вами снова шорохи на кипре и на нашем канале мы продолжаем знакомить вас не только с недвижимости северного кипра ну а также со всем островом сегодняшнем нашем видео мы продолжаем путешествовать по острову и вот решили забрести нереально ребятушки отель это отель под названием или мак этот отель один из самых лучших где мы только я думаю сегодня мы все это посмотрим а еще самое интересное то сегодня наш отдых совпал с католическим рождеством поэтому дополнительно будет еще какое-то празднование гала ужин артисты в общем посмотрим и вам обязательно покажем но пока звезды будут ребятушки помимо нас звезд будут еще настоящие звезды вы представляете в общем ребятушки как говорит моя релюша хватит трындеть пошлите смотреться собственными глазами ты гляньте да крутяк заселяемся паспорта все члены любят отель нереально крутой ребята изначально за наше проживание для нашей семьи то есть трое взрослых и двое детей мы заплатили 300 долларов но сейчас так как вы уже сказали что сегодняшний вечер у нас совпал с рождеством католическим за гала ужин еще дополнительно нужно оплатить 45 евро человека поэтому оплачиваем удивительных нофа ребята ты ли реально очень крутой все конечно наряжена красивенько но и думаю без елки он смотрелся очень красиво но сейчас по-особенному в рождество католическое они как кстати больше отмечают католическое рождество поэтому к этому празднику они больше готовятся наряжаются всевозможные ужин и в общем будем смотреть ребятушки но у нас все вечно не как у людей в общем сдали нам номера идите ищите мы приехали на 5 этаж тут большой огромный коридор но мы искали искали нет нашей квартире наша квартира получается на чердаке получается нет таких больших ну детям могу сказать что пока это приключение нравится на девчонки вы довольны на чердаке мы еще не жили что ребятушки заходим посмотрим что же нам на чердаке здесь предоставлено блин сразу ведь давайте сюда это самый крутой номер я так понимаю в этом отеле вот они самые верхние ничего себе ребятки посмотрите какая красивая большая огромная 2 2 номерные отели двухкомнатная квартира душевые нету джакузи нету ну зато такой хорошенький туалет да более такое новое девчонки а что ваша комната давайте смотреть ну ничего семья доставили да семья то большая ну реально царская давайте скидывайтесь на суэфа ребятишки скидывайтесь да прям сейчас на свои факту будет спать на маленькой кроватке кто проигрывает суэфа 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 ты проиграл да он выиграл не матвей выиграл теперь вы между собой теперь вы между собой кто проигрывает на маленькой суэфа 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 ну не обижайся доченька но это было все честно дочь зато смотри зато рядышком с выходом в целом крутой номер намного лучше согласно ли чем кстати весь этот бар то есть водичка хотя бы входит стоимость это уже хорошо ничего такой номер скажите ряд коридор есть ну и бог с ним на чердаке так это наша комната сразу свою потому что это родцовская родительская мамулькина сейчас пойдем здесь реально круто до моря правда далековато не очень те вообще боковые всегда ценят и центральные блоки на тоже прям как в орел и решка да реально прям в орел и решка лилюшечка ты победила ты выиграла путевочку дорогая с праздником тебя это все для тебя ребятки вот мы попали в главный ресторан где будем сейчас обедать да это у нас обед будет да сейчас будет обед мы успели на обед вообще как бы не можем ходить в стоимость но тем не менее из-за того что нам подарок сделали обед пошлите смотреть ой сколько здесь всего красивого конечно короче ребят здесь еды столько как я не видел ни в одном из турецких отелей конечно же египетских вот таких стоек здесь просто нереально со сладостями а там основные блюда просто капец так это у нас ага турецкие блюда в общем столько столько всего что просто капец так ребятушки ну что ну и пришли в бассейн очень здесь конечно красивенько очень комфортненько и чайочки есть и полотенечки три вида разных сауны сауна паровая очень классный хамамчик я вам сейчас покажу где наши детишки уже сидят и парятся так вот здесь вот наша замечательная паровая здесь сразу запотевали камера запотевает поэтому я ее постоянно протираю тебе здесь нравится? водные процедуры жарко там ребятушки жарко и фары запотевают линзы фары тут пожалуйста тут чаек на любой выбор кофеек можно попить в общем все как лучших домах ландона и парижа полотенчишки все 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 ну 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 на ну ребятки ну что можно сказать ну как бы классненько когда на улице похолодало погреться в теплой хамами сауна в общем прикольно все так цивильно есть попе чай можно попить можно погреться душевые раздевалки вообще все 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 на высшем уровне сто процентов виктор куда это такой красивый намылился ребятушки я сегодня такой нарядный мы идем на гала ужин который приурочен католическому рождеству сейчас будем на входе сразу вот такие вот закусочки стоят то есть можно выбрать а также можно взять украшение что ребятки вот мы и попали на этот замечательный гала ужин вы знаете реально удивляет красота изящество и изысканность этих блюд также музычка она такая ненавязчивая такая приятная но это еще не все я думаю мы сегодня обязательно увидим каких-нибудь звезд честно говоря я вообще не впечатлена не впечатляет надо если честно почему маленькое помещение куча людей пока в этих денег она не стоит так как вы знаете что мы не все приукрашаем мы будем показывать и рассказывать правду поэтому мне пока нравится как я еще не поняла пока то что я вижу мне как бы не очень поэтому не переключайтесь досмотрите до конца ну и конечно же друзья подключайтесь поменяем ли мы мнение или нет чтобы ничего не пропустить а мнение я думаю где-то поменяем ответа наоборот добавим пошлите кушать так ребят второе наше блюдо это вот такое вот что-то непонятно что что сынули а ну пробуй ты первый я уже осмотрю что это пенка со вкусом хлеба и со вкусом какой-то рыбы а там креветки или рыба какая-то это кожное ухо ухо? ухо Матвиш, что тебе напоминает это блюдо? это получается тесто пельменя как я поняла с каким-то вдалеке вкусом мяса вкусно сливочный соус сливочный соус, да ну в общем как вкусно? в общем вот так на один разочек попробовать вкуснее чем первое блюдо? вкуснее да вкуснее да сегодня в клубе будут танцы и мы решили потанцию а метров открыть вечеринку решили да? а мы решили сами никто еще пока не там жит, но мы сами Ребят, швеную дождались. Основное блюдо. У меня вот такая вот утка с яблоками. Наверное, вот она интересная. А это у нас эта завядина. Тоже вот такая вот красивенькая. Сейчас будем попробовать. Так оно работает, подвешь? Ребята, это не яблоко, это косточка. Мама куча перепутала. А, косточка. Разверни другой стороной. Покажи, что ковыряешь. А, вот так вот она сделана. Я поняла. Так же придет навядина в соусе. А у Виктора тоже вот уточка. Пить, что ты? Чуть не утром. А я чатюсь. Работаю, Вилюшечка. В инстаграме, там, туда-сюда отвечаю на сторисы. Подсказываю. Сейчас одни клиенты написали. Говорят, а вот хотим прилететь, а что вот карантин. Я говорю, все нормально, с карантином прилетайте. Тем временем тебе раньше не принесли. Какая-то утка, да? Да, пробуй. Звезды очень понравились. В общем, праздник подходит к концу. И остались только один танцор. И все. Гоу-гоу-джамба. И тут у нас джамба. С мяночкой выступают. Доброе утро, друзья. Джанга, джанга и джигли-джигли. Вы еще не подписались, подпишитесь, потому что мы сейчас вам расскажем одну интересную информацию о этом заведении. Дело в том, что вчера не успели вам рассказать о том, как прошел же наш ужин. Поэтому перед тем, как пойти на завтрак, давайте же обсудим, что у нас вчера было. Вчера был гала-ужин, посвященный Рождеству католическому. Стоимость человека 45 евро. Помимо того, что мы заплатили 3200, это почти 300 долларов за троих за номер двухместный. Не двухместный, а двухкомнатный. И вот по 45 евро еще стоила цена, это за галаужин, да? Да, ну как бы, в принципе, все, что касается питания, вообще вопросов нет. Все очень... Ну реально изысканно, да. Реально очень круто, молекулярная или как это, молекулярная пища, высокий уровень или как там. Ну опять же, мы просто привыкли в последнее время питаться в основном там местные ресторанчики. То есть это все как бы вкусно, но как-то примитивненько все так лежит просто. Здесь же это как бы высокий уровень, все так красиво подано. И черная икра, и креветочки. Ну дело в том, что, ребят, мы живем не для того, чтобы есть, а мы едим для того, чтобы жить. Поэтому нам как бы особое вот это питание там что-то изысканное... Ведь, ну все равно было красиво, ты же был удивлен, тебе это было приятно. Нет, мне очень, я просто сейчас пытаюсь тебя поддержать, понимаешь? Потому что тебе в целом не понравилось. Мне не понравилась сама атмосфера, которая была. Но опять же, потому что мы ожидали от этого галаужина чего-то такого, знаете, более помпезного, может быть. Чтобы был больший просторный зал, чтобы люди как-то сидели более отдельно. Чтобы была какая-то шоу-программа. Да, а так просто обычные певцы, которые пели... Ведущего не было, да. Люди сидели близко друг к другу, все напичкано, натыкано. Мы так получилось, что на часик припоздали, пока всех своих детишек собирали. В итоге, когда начали официанты выносить еду, то есть быстрее, быстрее мы не успевали доедать. У нас из рук выхватывали, новое блюдо уже ставили. То есть, в итоге, к десерту мы пришли вместе со всеми. Поэтому, если ты там встал, Виктор пошел потанцевал, вернулся. У меня утку уже забрали. Тут же принесли, пока он встал, у него тут же ее забрали. Ну, то есть, как-то работали, знаете, на темп какой-то, чтобы темп, 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 чтобы выйти к десертам, ко всем, чтобы все съели десерт и ушли. Сказать, что это какой-то там высокий сервис, я бы не сказала. Больше это какой-то вот... спешили куда-то. Ну да, тут дело даже не так в деньгах, так как мы не получили именно праздничного, праздничной атмосферы. Да, праздника не было. По питанию вопросов нет. Ну, опять, по питанию хочу тут сказать, что дети у нас остались голодные. За детей тоже у нас было оплачено, то есть у нас было трое детей, но в нашем случае за двоих нам пришлось заплатить. То есть за двоих детей мы отдали 90 евро. В результате у нас дети выпили только сок. Они вообще ничего не ели, потому что они не понимали, там какие-то сливочные соусы, непонятные креветки, что-то такое, какие-то... Они вообще даже не дотронулись. Поэтому в общем удивилась, говорю, просто кухня, ну как по мне, то, что вот все вот эти наши 160 евро, которые мы отдали, то есть 200 долларов отдали за вот этот гала-ужин, она того, ребят, не стоит. Это в моем деле. Ну, в целом, ребятушки, отель нереально крутой. Я думаю, вы по дрону увидите, насколько он помпезный, насколько он шикарный. Вот мы в Турции во многих отелях отдыхали, но так, чтобы вот так шикарно, такого мы еще не видели. Причем не в Турции, не в Египте, может, они, наверное, такие отели есть, но мы, наверное, в них не ездили, да? Ну, нам еще, смотри, в этот раз, я так понимаю, какой-то бонус достался, потому что, когда мы приезжали бронировать номера, нам показывали немножечко другую комнату, по другое расположение, низкий как бы этаж и с одним самым узлом. Ну, в общем, как бы, менее такая вот просторная, но постелили нас, ребят, реально в пентхаус, на верхний этаж, в огромный просторный номер, вообще раздельные комнаты с детьми. Ну, как бы, я считаю, что нам это повезло. Да, да, да. А может, просто как-то тот менеджер, который нам показывал, может, не особо хотел, знаешь, селить русскоговорящих, потому что он водил нас фиг знает куда, мы 15 минут шли по одному крылу, 15 минут по-другому, мы полчаса потратили, чтобы только пройти, посмотреть те номера. Нет, Вить, просто мы приехали соселяться в последний момент, и так как это, опять же, католическое Рождество, отель сейчас, как бы, ну, насыщен людьми, поэтому, я так думаю, может быть, номеров таких не было доступных, поэтому у нас поселить. Ну, дело в том, что показывают сюда лучше, а нам показали специально самое худшее. Хотя, да, этот номер было показать легко, сесть на визе, и все. Ну, понимаешь, легче, сесть на визе, и все. Ну, да ладно. Ребят, в целом, освобождение классное. Все, что не делается, все кучее. Классное, по питанию, по, что касается, по столовой, там, где все включено. Сан Виктор, шведский стол, какая столовая. Ребят, тут тоже все изысканно, все шикарно, и все очень вкусно, и мне даже больше понравилось, чем на этом голоужине, вот эти молекулярные печи. Это да, это точно. В общем, что, вывод какой? Приезжать в отель, побыть здесь, отдохнуть в зимний период, мне даже больше нравится, чем в летний, потому что лето, на самом деле, территория большая, очень много всяких развлекушек, всяких комнаток, ресторан, кофейн, которые вы можете проводить время. И в этот отель, что вот радует здесь, на Северном Кипре, что вы в любой, в принципе, отель можете приехать и провести в нем время, день, не оплачивая при этом проживание, а просто заплатить за вход и пользоваться всей инфраструктурой, что, в принципе, летом мы и будем делать. Ну, а в зимний период очень классно, что можно внутри отеля именно понаходиться и как бы кайфануть от этого. Мало того, ребят, очень радует, что на Северном Кипре нету таких, знаете, турпакетов, когда приезжаешь в отель, там очередь в столовой, то есть в ресторане, очередь на бассейне, здесь настолько все комфортно, очень мало людей, и это, конечно, привлекает, согласна, это покупает. Да, и чистенько вообще, могу сказать, очень чисто. То есть вот мы сейчас пойдем гулять, и вы посмотрите, насколько ухоженная территория, насколько все чисто, вот отель уже сколько, 3 или 4 года, да? Да больше 2 года, это же была пандемия, то есть года 4, да. 4 года, но он реально как новый. Ну, а перед тем, как пройти погуляться, наверное, пойдем по завтракам и вам покажем, что же здесь на завтрак. Пойдемте, ребят. Кова, красота. Слушай, ну мы говорили вот о плюсах, о плюсах, хочу немного сказать о минусах, что не понравилось. Не нравится то, что очень плохой интернет, то есть Wi-Fi практически не работает, не знаю, с чем это связано, может какая-то поломка или временная какая-то ситуация. Ну, а также второе, это очень, ребят, ужасные матрасы, они мягкие какие-то непонятные, то есть мы сегодня, сегодня не выспались совершенно. Они как перин, они так-так-то классные, толстые, все большие, это не те садеповские, тоненькие. В общем, ребят, матрасы, конечно, не очень, ну а так в целом все замечательно. Интернет, матрасы, остальное все круто. Но у нас, ребят, это еще не самый шикарный номер, потому что мы сейчас балкончик посмотрим, у нас же верхний этаж и все видно по кругу, какие есть номера. Есть номера с огромными террасами, там стоят такие качельки у них, всякие эти большие шезлонги, поэтому и могут быть еще круче. Если вам, может быть, мало таких вариантов, то можно выбрать более такой подороже. Они немножко ниже этажом расположены, но тем не менее, там у них тоже прикольно. Приехать в этот отель, мы скинем ссылочку на этот отель, вы сможете всегда позвонить на рецепшене с русскоговорящими, русскоговорящими ребятушки. Вы им позвоните и договоритесь, потому что через туроператора вы сюда путевку не купите. Вы можете только купить себе перелет, позвонить в этот отель, забронировать место и приехать оплатить. И это будет тоже очень шикарно, вы не пожалеете. Вот у меня друзья приезжали, которые по многим-многим странам, по самым лучшим отелям ездили. И когда они попали в этот отель, они сказали, да, это реально один из самых лучших отелей. Что у тебя за друзья такие? То у них Марина самая лучшая, то у них отель. Какие-то у тебя, эти, каких скажи? Законодатели мод? Ну вот у меня кум Олешка Поляруша, он же по всему миру катается на яхте. И они останавливаются во всех маринах. И когда он поехал сюда, приехал к нам в гейт-марину, он сказал, что это одна из самых лучших. А потом он же приехал? А другой Олешка? Нет, а другой Олешка? А другой Олешка, не буду говорить его фамилию. Почему? Слишком известный? Да, он слишком известный, чтобы его говорить. Он приехал и в этом отеле он был позапрошлом году и сказал, да, ведь это реально один из самых лучших отелей, которым он был. Так что, ребяточки, Олешка врать не будет. Так, ребяточки, ну и завтрак в отеле Лимак. Что же он предлагает? Здесь у нас супы, всякие вот закусочки имеются, колбаски, это вот оливки, сухофрукты, печеньки, ну и вот, да, сыры. Следующий стол у нас, а, вот здесь давайте сразу смотрите, это у нас булочки всякая идет, выпечка, 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 пончики. Девчонки, пончики хотели? Бери тарелочку. Это глубокая, бери мелкую. Так, дальше идут яйца вареные, здесь у нас сосиски, всякие сырные блюда, молочный омлет, омлет обычный. Ну и, конечно же, звезда турецких завтраков, это Мене Мен. Ну и, конечно же, большой выбор, как всегда, зелени, салатов, хлопья, всевозможные йогурты, джемы и мед в сотах. Так, ну а мои что-то тут застряли на кончиках. Что хотите? Летта. Давайте. Так, ну а завтрак, ребятушки, у нас тоже с вот таким вот потрясающим видом на территорию комплекса. Сели возле окошка, чтобы... Давайте, наверное, ребятушки, спросим у детей, я думаю, они правильный индикатор по поводу питания, отдыха и всего остального. Лиза, давай. Скажите, пожалуйста, что вам здесь больше всего понравилось? Еда нравится? Что тебе по еде нравится? Что пицца есть? Да. То, что бургеры есть, да? В отеле номер. Что в номере нравится? Ну, кровать очень нравится. Большой номер очень. Да, есть и лидра с русскими каналами. Лизунь, что тебе? Тебе, наверное... Матвюш, тебе что? Ну, что, да, у нас очень номер, русский канал есть, и... Хочу выбор еды. А что сказать? Мне все очень нравится, ребят. Я не знаю, у меня Илюшечка там немножечко переборчивая. Ей что-то вчера не понравилось. Я все понимаю, но когда ты платишь деньги за голоужин, тебе хочется какого-то праздника, какого-то, что-то, чего-то... Вот, может быть, не получилось такого вот ошибок. Это все, опять же, ребят, проблема в том, что у самих нас, потому что мы себе в голове нарисовали какую-то картинку, голоужин, какие-то звезды, выступления, представления. Но... Вот, вдруг, это как-то не получилось. Сами виноваты, сами придумали, сами поверили, и потом разочаровались в том, что с нами придумали. Деток своих определили в такой вот детский клуб. Чего-то там вот они занимаются, делают. Что делаете, Варина? Я в России. Ух ты! Я сейчас приеду буду делать. Ну, хорошо, занимаетесь. Мы пойдем погуляем. Хорошо, потом скажем. Да. Ну, и пока детки наши под присмотром. Пойдем погуляем по территории, посмотрим зимний остров, зимний отель. Я уверена, что там мало кто гуляет, но, в общем, территорию можно будет посмотреть. Везде такие двери на доводчиках стоят. И вот на выходе сразу вот такая вот красота. На солнышке, ребята, очень даже тепло, но в тенечке уже прохладненько. Субтитры сделал DimaTorzok, 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 ДимаTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Смотрите, эминце из говядины, пожалуйста, кто желает. Рис просто отварной. Также вот есть роти с курицей. Итальянские плодочки из цукини, пожалуйста. Кто желает рыба, у флорентийских, смотрите, вот такая есть. Дальше у нас что еще интересного? А дальше у нас есть картошка фри. Это местный бюрек с сыром. Здесь гратен из артишока и овощей, пожалуйста. Кто желает лазанью, здесь тоже можете ее попробовать. Ну и смотрите, спагетти с соусом молодец имеются. И дальше смотрите, рыбка Дорадо на гриле. Вот такая вот аппетитненькая. А также курица имеется на гриле, смотрите, с овощами. Ну, рис с овощами, жареный на гриле. Также такие вот кокетки. Ну и всякие пиццы, пидешки. В общем, ребят, меню действительно очень разнообразное. Каждый может найти себе вкус и все, что хочется. Ну и, конечно же, турецкие сладости. И здесь тоже в большом изобилии все, что хотите. То есть можно объесться. Ну и я думаю, плюс пару-тройку килограмм мы домой привезем однозначно. Пустила еще один столик. Это здесь вот со всякими мизешками, закусками, сырами. Ну, это уже такое, думаю, вряд ли таким можно удивить. Но количество свежих овощей всегда здесь в полном изобилии. Ну что, ребятушки. Ладно, давай. Представляете, ребят, она меня троллит во всем. Неужели я такой троллист? Не, ну при чем. Просто предсказуемо. Я вижу по твоей реакции, что сейчас будет. Это говорит о том, что когда 20 лет вместе, то она знает уже, что даже я буду говорить. По вздоху, по-твоему. По вздоху. Ну что, ребятушки, вот такой был замечательный обзор. В общем, очень крутой, очень классный. Есть какие-то маленькие мелочевочки, которые мы уже обсуждали. Какие-то, может, не совсем те, которые не совсем они не понравились. Но немножечко есть какие-то такие ситуации, которые можно задать вопросом. Но, тем не менее, если сравнивать два отеля, да, предыдущий гольф-клуб, либо же этот отель, однозначно этот отель заслуживает более высокую оценку. И если в том случае хотелось уже как бы устали отдыхать, хотелось уехать побыстрее домой, потому что как бы для детей там очень мало чем заняться. Да и самим, если ты не любитель гольфа, территория не очень большая, самого отеля. Ну и как бы тоже, если не игра в гольф, соответственно, становится скучно. То в этом случае, ребят, здесь просто потрясающе мы провели время. Очень нам понравилось. И очень надеемся сюда еще вернуться. Пишите, звоните, берите билеты, организуем вам смотровой тур, подберем вам самую лучшую недвижимость по вашему запросу. Опять же, мы не рассматриваем вас как денежный мешок, мы просто помогаем воплотить вашу мечту, чтобы переехать, жить на остров. Ну и, конечно же, от нас полное сопровождение. Это ВНЖ, оформление сделок, садики, школы и все остальное. Что, друзья... Если вы еще не подписались, то обязательно подпишитесь, так как на нашем канале будет очень много информации, помимо недвижимости, будем знакомить вас с тем, где можно провести время, чем заняться на Северном Кипре. Если, к примеру, приедете на ПМЖ, либо же приедете отдыхать на месяц-два, и вам вдруг станет скучно, то на Северном Кипре вы можете каждый день, либо же каждую неделю менять отели, заезжать, отдыхать, то есть менять локации и быть просто в шоколаде. Ребят, причем как отдыхать? Вы видите, что нет людей, но это же чистый кайф. Многие там бегут за большим движением, за тусовкой. Мы лично натусовались, надвижились, мы теперь кайфуем от тишины и спокойствия. Здесь именно релакс, кайф. Ну, конечно же, в летнее время... А это именно на Северном Кипре. В летнее время, конечно же, в этом отеле будет людей побольше, но тем не менее все равно... Ну, не так, как в Курции и Египте. Абсолютно с тобой согласна, ведь ты прав. Поэтому, ребят, кто за релаксом, за кайфом, все сюда. Пишите, звоните. С вами были Шорохи на Кипре. Дальше. Больше. Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok